Нет ответа. Я знаю, что всегда приятно, когда есть ответ. Люди ждут ответа. Мне это естественно и понятно. Но нет ответа, я постараюсь объяснить почему. Потому что такая странная мысль, но нужно ее знать. Люди не находятся в ответе друг за другом. Это еврейский народ. Каждый еврей отвечает друг за другом, потому что евреи получили общее задание, как народ, как сыны Израиля. И поскольку это общее задание, то если я что-то сделал хорошо, это всем хорошо. А если что-то плохо, всем плохо. Другие народы не получили общего задания. И поэтому нет ответственности. Из этого неприятно слышать. Это не значит, что нужно вести себя безответственно. Есть правило, начиная от того, что Всевышний ожидает от неевреев. Семь законов, сынов, ноаха, другие терминологии, там тоже неясно, не имеет значения. Но понятно, что человек приходит в этот мир не просто так. Значит, Всевышний ожидает от него, чтобы он был не просто так. Но нету коллективной ответственности. Каждый человек сам по себе. Еврейский народ не числится среди народов. Иногда антисемиты это утверждают, и они правы. Только они не понимают, что это. И антисемиты, поэтому, как говорится, как люди не стоят ломаного гроша. Антисемиты. Но правда в том, что мы не числимся. Есть 70 народов мира, а мы вне этого. Потому что мы получили общее задание. Раз общее, значит, мы отвечаем. Неевреи не получили общего. Значит, каждый сам по себе. Значит, если не еврей, антисемит. Я перехожу как бы в контекст вашего вопроса. Если не еврей, антисемит. Общаться с ним или нет, нет правила. Например, неприятно тебе. Не хочешь с ним общаться. Не общаемся. Или неприятно, но вынужден. Или думаешь, что вынужден. Или действительно можно обосновать, что тебе еще с ним на работе быть. Или прочее. Тогда, как вы сами написали, даже здесь предложили какой-то алгоритм. Вы написали, не иметь дела с организацией или с людьми. Или лучше придумать отговорку. Иногда придумайте отговорку. И не имейте с ним дела. Но если вы напрямую, напролом. Иногда это красиво, гордо и поучительно для многих. Но иногда это просто бессмысленно. Никого не научат ничему. Вас подвергнет астракизму. Пользы не будет. И это тоже нужно понимать. Я представляю, что многие не ожидали такого ответа, который я сейчас дал. Многие думают, что я сейчас войду в некую позу. И скажу, антисемит. Негодяй. Никто не должен ему руки подавать и не иметь с ним дела. Я этого не могу сказать, потому что это будет неправда. Я безусловно не скажу, чтобы иметь с ним дело. Что надо иметь с ним дело. Нет. Каждый такой случай индивидуальный. Вот это я хотел сказать. И нету правила никакого. Иногда чувство справедливой брезгливости не разрешает такому человеку, как говорится, образно говоря, подать руки. Чувство брезгливости. Чувство брезгливости, презрение к ним. Потому что эти люди презренны. Они могут быть профессора по контексту вашего вопроса. Академики, президенты стран, министры, кто угодно. Но по сути, жалкие, ничтожные личности. Потому что они не понимают, зачем мир существует. Они иначе бы не были антисемитами. Поэтому я утверждаю, что они не понимают. Не понимают, не знают и не хотят знать. Не хотят знать, жалкий, ничтожный человек. Но в реальном мире, в котором мы живем, мы не пришли сюда, я говорю, как евреи, поучать других. Поэтому евреев нету. Нам Всевышний не дал задачи поучать, диктовать кому-то и так далее. Мы живем в сложном мире, и у нас есть наши очень определенные и огромные задачи. Огромные задачи. У неевреев главная задача, как говорилось не раз, но я всегда повторю, потому что это не всегда понимается правильно, это не разрушать мир. Мы стараемся ремонтировать. Нам не надо помогать даже. Это не правда, что нужно евреям помогать. Конечно, хорошо. Тебе оказывают содействие, помогают, кто же против. Правильно, это хорошо. Будет благословение с неба. Но обязанности у нееврея нам помогают. Нет, вот это я имел в виду. Нет такой обязанности. А вот не разрушать мир есть. Поэтому неевреи, которые грабят, воруют, убивают и прочее безобразие такого рода, они разрушают мир. Значит, это нельзя. А вот заниматься помощью евреям или заниматься нашими делами не нужно. Мешать нам нельзя. Мешать нам внутри нас, для нас. Для того, чтобы еврей был евреем. Мешать ему, как говорится, портить жизнь и прочее, неправильно. Помогать не нужно. Вот это общее правило. Я понимаю, что не совсем просто, может быть, я запутал сейчас, насколько легче, красивее сказать, встать в позу и сказать то-то, то-то и то-то. Но это будет неправда. Поэтому я не хотел так говорить. Теперь, еще, кстати, такой вот неизвестный секрет, в кавычках, конечно, что евреям не следует перед неевреями ставить невыполнимые задачи. И таких задач нет, которые надо ставить перед неевреями. Всевышний обещал Аврааму, значит, так это и есть, что каждый, кто благословляет тебя, будет тоже благословен. Но нету заповедей, что нееврей должен благословлять еврея. Этого нет. Говорится, нееврей хочет так, хочет не благословлять, пожалуйста. Хочет благословлять, прекрасно, получит благословение. Но заповедей нет. Я надеюсь, это понятно, различие между можно и обязан. Теперь, как вы пишете, что есть какие-то евреи, которые льют грязь на Израиль, таких много очень, внутри Израиля, снаружи, где угодно, и как угодно, и сколько хочешь. Вы написали, что вы с Украины. Наверное, в Украине их много. Евреев, я сейчас говорю, только евреев. И, наверное, их много в России, и, наверное, их много в Америке, и, наверное, их много во Франции. И, когда я говорю, наверное, это просто вежливая форма. Их точно много всюду, евреев, которые не понимают, зачем они пришли в этот мир, не понимают, что это за мир, не знают роли своей, как еврея, роли своего народа не знают, пропитаны злобой, пропитаны желчью, пропитаны неправдой. И все это выплескивает на свой народ. Одна из причин этого довольно, как бы, облегчающая, может быть, они это делают, потому что им внутри их душе, не голове, не уму, а душе стыдно. Душа, ведь у еврея еврейская душа, значит, ей стыдно, что тело, в которое душа помещена, тело, а тело это не только бить руками, ногами, тело это говорить, тело это думать, есть у человека сердце, есть у человека мозг, все это тоже телесная сторона, в которой есть и духовная сторона. Так эта духовная сторона страдает от того, что еврей такой негодяй. Вот о евреях я могу сказать, что он негодяй. Не еврей, которые антисемиты, я не могу сказать, что он негодяй, эмоционально только, по сути нет. Но я скажу, что это жалкая, ничтожная личность. Все, что можно было удостоить. И если он только руки не прикладывает. Конечно, мы не говорим сейчас об убийцах, звероподобных существах. Мы же говорили, это же прямое нарушение законов Всевышнего, убивать и прочее. О них мы не говорим. Но просто антисемит не любит евреев. Жалко ничтожная личность. И не надо любить. Лишь бы только, как мы говорили, не вредил. А вот евреи – это другое дело. О нем я так не скажу, что это жалко ничтожная личность. Я скажу, что это человек, который разрушает свою душу, разрушает мир. Потому что у нас есть повеление любить другого еврея. Повеление перед евреями. Еврей обязан любить другого еврея. Если он не делает, то нарушает законы Торы. Еврей обязан не хранить ненависть или злобу по отношению к другому еврею. Слышите, как? Обязан не хранить злобу или ненависть. К ней евреям не относятся. Нет такой обязанности. А еврей обязан. Но теперь вопрос, если ты видишь другого еврея, ты все это знаешь, и знаешь, что нельзя хранить злобу, и знаешь, что надо любить. Ты видишь, что он безобразные дела делает. Как быть? По отношению к делам их отрицать, отвергать, подвергать критике. Но дела, а не душу другого человека. То есть, поэтому, вот это тонкое, это очень тонкое различие. Это очень непросто. Потому что уже заодно, когда ты видишь, что человек делает плохо, ты уже всего его отвергаешь. Но евреи не имеют права отвергать другого еврея. А его поступки, сколько хочешь, лишь бы так было правильно и справедливо, и лишь бы сочеталось с самокритикой, и лишь бы сочеталось со скромностью. Не встать в позицию сверху вниз, а скромно сказать, что, наверное, неправильно ты поступаешь. Наверное, не этого ждет Всевышний от тебя, и так далее, и так далее. Это можно и часто даже нужно. В ситуации, когда человек другой еврей, другой еврей тебя будет слышать. Не будет слышать, не говори ничего. Но конкретные дела, если можно, то нужно обязательно пресечь какие-то плохие дела. Если можешь, не можешь, надо, как говорится, хотеть и стремиться думать, чтобы тот человек, и ты тоже, и он, вернулись к Всевышнему. Это лучшая стратегия, практическая и правильная, и не такая слабая, она очень сильная. Если только мы бы этим занимались. Вот, вот все. Теперь вы все-таки спрашиваете, как поступать, имея в виду, иметь дело или не иметь дело с евреями, вот таких плохого рода. Не иметь дело, и все. Не нужно иметь дело. Если это еврей, с евреем тоже надо разбираться. Они евреи, которые видят презренного, вот такого еврея, который обливает, я по вашим словам, обливает грязью Израиль или народ и прочее. Не надо с ним иметь дело. Вот тут уж точно. Если по отношению к евреям ничего нельзя сказать, по отношению к евреям совершенно точно. Еврей, который руку поднимает словесную, только словесную, руку поднимает на Израиль, на других евреев, на еврейский народ. Вот с ним просто абструкция, полная, так сказать, астракизм, как говорят, не иметь дело, чтобы он знал, что с ним никто не хочет иметь дело. Ни еврей, ни нееврей. При евреи будет иметь с ним дело из-за необходимости любить и не держать ненависть и желание помочь ему. А нееврея свожден от этого, ему не надо. Не иметь дело – это лучшая политика. Всего доброго. До свидания.